Москва в конце 20 века. Глобальный эксперимент по строительству коммунизма завершен с отрицательным результатом. Страна постепенно возвращается на путь естественного развития. Одним из символов перехода к новому этапу стало восстановление Храма Христа Спасителя, величайшей святыней Русской Православной Церкви. Храма, который в 1931 году в разгар борьбы советской власти против религии, был разрушен. Новый храм построен на прежнем месте в кратчайшие сроки. И хотя строители использовали самые современные технологии, они постарались максимально сохранить внешний облик прежнего Храма Христа Спасителя, который, подобно птице Феникс, буквально возродился из пепла. Кульминацией этого возрождения стало великое освящение Храма 19 августа 2000 года. Учитывая значимость события, руководство Православной Церкви пошло на беспрецедентный шаг. Дало согласие на телетрансляцию всего ритуала в прямом эфире от начала и до конца. Миллионы зрителей могли наблюдать по центральным каналам за тем, что происходило не только снаружи и внутри Храма, но и в его святая святых, в алтарной части. Царские врата закрываются за входящим в алтарную часть Патриархом Алексием, но трансляция продолжается. Зрители получают уникальную возможность увидеть все детали величайшего таинства освящения жертвенника Храма. Но детали этой процедуры вызывают массу вопросов. Почему жертвенный стол до сих пор не собран до конца и находится в полуфабрикатном состоянии? Почему, приколачивая гвоздями крышку стола, высшие иерархи Церкви используют не молоток, а обычные камни? И зачем забитые гвозди запечатывают специальным воскомастихом? Окропление святой водой и миропомазание вопросов не вызывают. Это всем хорошо известная процедура. Но почему собранный на конец стол не просто покрывает тканью, а обвязывает веревкой? И почему при этом длина веревки достигает целых 40 метров, а обвязывать стол необходимо специально определенным образом? Зачем все эти действия, если в конце концов стол накрывается дополнительной тканью? И странным образом, это все напоминает вовсе не таинство, а всем известную процедуру – тщательную упаковку посылки на почте. Во время самой непонятной части ритуала – обвязывание стола веревкой – хор исполняет псалом, посвященный царю Давиду. Тому самому царю, который передал своему сыну Соломону чертежи для строительства самого первого стационарного храма единого Бога. Так может быть ответ на все эти вопросы и кроется в том самом храме, который Соломон построил по этим чертежам в Иерусалиме? Мы не спасли Пресвятаго и поклоняемого и Всесильного Духа, и освети храм сей, и жертвенник сей. Однако в храме Соломона в святая святых находился вовсе не жертвенник, а ковчег завета. Ковчег, который прежде приходилось периодически переносить с места на место, закрывая его при этом от посторонних глаз. Причем процедура упаковки и переноса ковчега была определена Моисею самим Богом. И похоже, что именно этот дополнительный завет, инструкция по упаковке и был включен в процедуру освещения алтарной части храма Христа Спасителя. Итак, есть емкость для упаковки. Исполнена сохраненная на протяжении более трех тысяч лет процедура упаковки ковчега завета. Но где сам ковчег? Когда Моисей, который вывел евреев из Египта, поднялся на гору Синай, Бог вручил ему скрижали с десятью заповедями. Однако дело не ограничилось только правилами, которые должен был исполнять народ иудейский. Моисей получил от Бога и весьма детальные инструкции, где и как должны были храниться скрижали с этими заповедями. И сказал Господь Моисею, сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему два локтя с половиной, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя, и обложи его чистым золотом. Сделай также крышку из чистого золота, и сделай из золота двух херувимов, и положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе, и говорить с тобой над крышкой, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровение. Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе. С одной стороны, академическая история как бы не рассматривает тексты Ветхого Завета достаточно серьезно в плане того, чтобы рассматривать ковчег Завета действительно как реальный предмет, который обладал теми свойствами, которые там описываются. А с другой стороны, среди историков немало людей верующих. А Ветхий Завет, по сути дела, признается не только в христианской религии, он признается в мусульманской религии. Он в какой-то степени признается и в иудаизме. Три мощнейших религии, которые рассматривают существование ковчега Завета достаточно всерьез. И здесь возникает противоречие. В итоге современная академическая наука занимает двойственное положение. Вообще по данному объекту она как бы обходит его по умолчанию. С другой стороны, уже достаточно давно ведутся исследования, которые показывают, что очень значительная часть Ветхого Завета описывает вполне реальные события. И спрашивается, почему бы такому предмету, как ковчег Завета, не быть просто неким реальным объектом, который действительно реально существовал, обладал определенными свойствами. Он уже не был просто коробкой. Всегда восприятие таких вещей, как ковчег, оно очень окутано тайной, загадкой, что-то непознанное. И действительно нечто уникальное, потому что из библейских времен, из того, что написано в Библии, пожалуй, единственное материальное, существующее, это именно ковчег. Больше ничего фактически и нет. Любопытный момент. Ящик, в котором должны были храниться скрижали с заповедями, почему-то был настолько важен для Бога, что Он дал четкие указания Моисею о том, какую форму и размеры должен иметь ковчег, и из каких материалов его нужно сделать. Более того, Бог назвал имена конкретных мастеров, которые должны были изготовить ковчег завета. И сказал Господь Моисею, «Смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Я даю ему помощника Магалиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что Я повелел Тебя». Неизвестно, что это были за мастера, неизвестно, что за знания дал им Бог, неизвестно, чем именно они начинили ковчег, крышку и херувимов, но ковчег не был простым ящиком для скрижалей. Мало того, что с его помощью Бог общался с Моисеем. Ковчег останавливал воды реки Иордан, а при переноске мог становиться почти невесомым. Он сыграл важную роль в разрушении неприступных стен Иерихона и поражал неведомой силой врагов народа иудейского. То есть он служил своего рода оружием, раз – источником какого-то, возможно, лучевого вида энергии, два. И, кроме всего прочего, он служил средством связи с Богом. Не просто коробка для хранения табличек. Все эти события описаны в Ветхом Завете, и считать их простой выдумкой противоречит даже просто здравому смыслу. Настолько детально, настолько подробно описаны эти события. Можно очень по-разному объяснять, что есть ковчег и что он из себя представляет. То есть на этот счет тоже существует версия. И от классической ортодоксальной, как это написано в Библии, что есть ковчег, как он был подан древним иудеям, и что в нем содержится, и как он хранился, и какую значимость он имел для именно древних иудеев. И потом он приобрел именно уже для христианства. Можно трактовать и объяснять его совершенно по-другому, как источник неких знаний или как некое хранилище, некая информация. Но вот одной из сильнейших загадок, связанных ковчегам Завета, является его странное исчезновение. Совершенно детально описано, как ковчег Завета создавался. Совершенно четко указана цель, для чего он создавался. Указаны действия, которые он производил. Указаны перемещения, которые этот ковчег претерпел по ходу своей известной истории. И вдруг в определенный момент он просто пропадает. Упоминание о нем в Ветхом Завете исчезает. Но самое странное, что нет нигде сообщений о том, что он исчез. Ветхий Завет обходит этот вопрос по умолчанию. Последнее четко указанное место, где хранился ковчег, это храм в Иерусалиме, который и был построен Соломоном специально для этого. По разным данным, где-то в период с 1007 по 950 год до н.э. в том месте, который называется ныне храмовой горой. Сейчас тут находится мусульманская мечеть Алякса. 586 год до н.э. Иудейское царство рухнуло под напором Вавилона, где в это время правил царь Навуходоносор. Иерусалим захвачен, а храм Соломона разграблен и разрушен. Царь Кир, который сменил Навуходоносора на Вавилонском троне, почему-то решает восстановить Иерусалимский храм и отдает приказ вернуть все награбленное. Ветхий завет довольно подробно перечисляет возвращенные золотые и серебряные сосуды и другие предметы утвари храма. Однако ковчега завета в этом списке нет. И судя по всему, еще во времена захвата Иерусалима Навуходоносором ковчега в храме уже не было. Невероятно, но самая священная реликвия как будто растворилась в воздухе. Есть версия о том, что при некоторой угрозе ковчег спрятали под храмовой горой в какой-то из пещер. И даже появились недавно сообщения в интернете о том, что якобы кто-то этот ковчег нашел. Но правда сообщения настолько неубедительные, снимки какие-то размытые. Но сам предмет никому не демонстрируется, не показывается. И мотивируется это тем, что, дескать, еще не пришло время. Человечество не созрело для того, чтобы показать ему ковчег. Вообще странная логика. Если вы нашли, тогда либо предъявите, либо молчите о том, что вы его нашли. Зачем же тогда объявлять его находки, если он не показывает? Здесь берут очень сильные сомнения в достоверности того, что предъявляется. Однако есть и другая версия, согласно которой ковчег завета находится ныне на весьма значительном удалении от Иерусалима, а именно в Эфиопии. Эту версию довольно детально проанализировал в своей книге известный писатель Грэм Хэнкок, который потратил на ее проверку более десяти лет. Причем сам он совершенно не верил в эту версию изначально, когда за ней обрался, но по ходу своих исследований пришел к выводу, что это вполне может быть реальностью. Сто процентно ему не удалось подтвердить, да я думаю, что сто процентным подтверждением может быть только предъявление его на всеобщее обозрение этого ковчега и демонстрации каких-то его свойств, каких-то его деталей, может быть, нюансов, которые бы подтвердили бы его подлинность. Мог ли вообще ковчег попасть в Эфиопию? Ведь отсюда до Иерусалима целых две тысячи километров. Как он преодолел такое расстояние? И почему об этом нет ни слова в Ветхом Завете? Однако существует документ, который не входит в число библейских текстов. Это древняя эфиопская рукопись под названием Кебра-Нагаст, которая датируется 13 веком нашей эры. В ней говорится, что ковчег завета был перевезен из Иерусалима в Эфиопию царем Менеликом, который был никем иным, как сыном самого Соломона и царицы Савской. А точнее, он был попросту украден из Иерусалимского храма теми, кто сопровождал Менелика домой в Эфиопию. Это были первенцы старейшин Израиля, которые по приказу Соломона отправились в далекую страну с его сыном Менеликом. О Менелике в Ветхом Завете нет ни слова. Однако довольно подробно описан визит его матери, царицы Савской, к Соломону, который славился не только своей мудростью, но и пристрастием к прекрасному полу. Несмотря на широкую известность повествования о легендарной царице, историки долго считали ее абсолютно вымышленным персонажем. Однако в последнее время они все больше склоняются к тому, что царица Савская была вполне реальной личностью. И связано это прежде всего с находками в Йемене, где археологи обнаружили руины древнего города Мариб, который ныне объявлен столицей государства царицы Савской. Имя прославленной царицы привлекает в Мариб массу туристов. Но есть одна проблема. В найденных тут текстах среди имен правителей города царицы Савской нет. Поиск же других вариантов местоположения ее царства приводит нас как раз в Эфиопию, в древнюю столицу этой страны, город Аксум. Местное предание связывает целый ряд объектов непосредственно с именем легендарной правительницы. Например, купальню царицы Савской. Это искусственный пруд внушительных размеров, из которого местные жители до сих пор берут воду для своих нужд. Другой объект находится в паре километров от купальни. Это так называемый дворец царицы Савской. От него, правда, мало что осталось, и какого-то сильного впечатления он не производит. Но он также находится в Аксуме. И именно Аксум называется в качестве того самого места, где сейчас находится ковчег Завета. Он никогда никому не показывается. Для хранения этого ковчега назначается обязательно специальный священнослужитель, который несет свою вахту пожизненно, который выходит очень только периодически, которому очень специфическим образом подается еда и напитки. Разумеется, ковчег никогда не выносится и не демонстрируется. Поэтому одна из основных современных загадок не только в существовании самого ковчега, но еще и отдельная тема – это действительно ли в Эфиопии хранится ковчег. Нельзя однозначно сказать, есть ковчег в Эфиопии или нет ковчега. То, что эфиопы сами свято в это верят, это факт. То есть они фактически не сомневаются в том, что ковчег действительно находится в Аксуме в маленькой часовинке. Почему одна из величайших религиозных святынь так мало привлекает на самом деле к себе внимания? Второй удивительный момент, что только Эфиопия, эфиопские официальные власти, религиозные в том числе, четко ассоциируют, четко располагают ковчег именно в Эфиопии, именно в Аксуме, именно в этой часовне, именно в этом храме. Вот в моем сознании это как бы не складывается как 2 плюс 2, не происходит такого вот сочетания, что такая уникальная вещь так спокойно, так ненавязчиво хранится в очень маленьком провинциальном городке на севере страны, в маленькой часовинке, и только Эфиопы свято в это верят. Неизвестно. Вызвано это только лишь верой, но по периметру часовинки стоят люди с автоматами Калашникова. При этом из всего довольно большого комплекса храмов Аксума вооруженную охрану имеет только эта маленькая часовня. Парадоксально, но как раз люди с автоматами меньше всего вызывали у нас чувство какой-то легкой тревожности. В Аксуме не так много людей можно видеть, которые именно находятся в храме, на территории храма и вообще целого комплекса храмов, которые есть в Аксуме. И именно только у входа, у заборчика, который огораживает часовню, где хранится ковчег, очень много лиц мужского пола, которые со стороны производят впечатление как утомленных паломников или людей, пришедших поклониться или просто провести свое время именно на территории храма. Но, с другой стороны, возникает ощущение, что они тоже несут неусыпную вахту около этого места. Когда мы пытались приблизиться к этой часовенке, подойти вплотную, что называется, возникало ощущение, что сидящие рядом люди, якобы паломники, на самом деле представляют дополнительную охрану. И ты сразу моментально при любом движении вот ощущаешь спинным мозгом буквально то, что на тебя бросаются пристальные взгляды. Эти как бы тихо сидящие паломники начинают почему-то менять позу, переходить с места на место, как-то подвигаться ближе к твоему маршруту. И моментально желание приблизиться отпадает. У них в руках такие, у кого зонтики, у кого палочки, у кого там кресты на конце. И вот эти предметы в руках, они совершенно отчетливо производят впечатление оружия. И просто так случайному человеку приблизиться они не дадут. Тем более, там-то пытаться проникнуть, например, за ограду. Таким пособом, как в открытку, да, надо. Вся концепция Андреевича Чесовна. Запад выполняет роль отправки иногда. Постоянно. Такой тихий, почетный караул. Вот это что за человек? Вот это что за человек? Он вынес что-то и там целуют что-то. Смотрите. Вышло разводящий? Это пыловарю. Да. Ребят, ты не успел это будет? Где же хранитель? Ну что, выйдет? Выйдет? Мы его ждем. Мы все его ждем. И вот именно во время ожидания такого чуда, потому что иногда именно священник, охраняющий ковчег, может на секунду, на несколько секунд показаться в дверях, и его можно сфотографировать, попытаться. Можно снять интересные ракурсы, виды самой часовни именно с этой точки, но именно в этом месте он отказался не просто работать, он просто потух, и ни при каких манипуляциях с ним он не захотел работать дальше. То есть цифровой фотоаппарат при нормальной зарядке полностью перестал функционировать, когда я пытался сфотографировать вход и людей, которые находятся рядом. В общем-то, мы не надеялись на то, что нам удастся увидеть ковчег Завета, но оценивая те описания, которые приводятся в Ветхом Завете, о том, какими свойствами был долог ковчег, ну вот возникла такая шальная мысль, на стадии подготовки, попытаться его проверить на какие-то излучения. То есть, если он служил, скажем, средством связи или, в том числе, и источником какой-то энергии в древние времена, ну нельзя было исключить, что он обладает данными свойствами и сейчас в какой-то степени. Среди инструкций, полученных Моисеем на горе Синай, были указания и о том, во что именно должен был одеваться брат Моисея Аарон, прежде чем подходить к ковчегу Завета, чтобы не погибнуть случайно от его таинственной силы. Все детали этого защитного облачения были подробно оговорены. Более того, изготовление защитного костюма поручалось тем же самым мастерам, которые изготовили ковчег, и поэтому прекрасно знали его реальную начинку. Между прочим, для того, чтобы без опаски подойти к жертвеннику, Аарону было достаточно одеть лишь длинное льняное платье. Так что, в процедуре переоблачения патриарха Алексия, перед входом в алтарную часть храма Христа Спасителя, мы снова видим подготовку подхода вовсе не к жертвеннику, а именно к ковчегу Завета. И мы взяли с собой парочку детекторов, которые используются сейчас для поиска послушивающих устройств и всяких передающих мини-устройств, таких полушпионских. Достаточно простые средства, которые, собственно, находятся в широкой продаже, что называется, но с достаточной степенью чувствительности. То есть, они вполне улавливают сигнал от мобильного телефона на расстоянии порядка 10 метров. Он расположен не очень обособленно, но к нему подойти фактически невозможно. Его расположение таково, что к нему нельзя приблизиться на одном с ним уровне, потому что с одной стороны это что-то типа оврага или балки, то есть он как бы на возвышении, с другой стороны он огорожен забором и примыкает один из древних православных христианских храмов. Максимум, что мы смогли, это приблизиться к основанию этой часовни. К сожалению, там нам эти приборы ничего не показали. Но с другой стороны сделать однозначного вывода, что ковчега нет из-за того, что там приборы ничего не показали нельзя, потому что есть масса вариантов, при которых ковчег завета находится в этой часовне, а приборы не сработали. Собственно, в Ветхом Завете написано, что он не работал непрерывно, а включался в какие-то моменты определенные. Может быть, мы просто не попали в момент его включения. И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив предлиться Господни, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил в освятилище за завесу предкрышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкой я буду являться в облаке. Может быть, силы излучения недостаточно для того, чтобы сработали там, скажем, те детекторы, которые мы брали. Или, например, батарейки сели у этого ковчега. Или не совпадает диапазон излучения и так далее и тому подобное. То есть, вариантов может быть много. Кроме всего прочего, не исключен вариант, что в той же самой часовне находится, скажем, не сам ковчег завета, а его какой-то дубликат, копия, а сам ковчег да пусть в том же Аксуме находится, ну, где-то, скажем, под землей или еще чуть-чуть в стороне. На самом деле сейчас, может быть, единственный человек, который может сказать, что находится в этой маленькой часовинке в Аксуме, это тот только человек, который является священником, священнослужителем, который несет свою неусыпную вахту в течение многих дней и ночей на протяжении всей своей жизни, которая неустанно находится рядом с ним. И, конечно же, очень интересно вообще представить, можно ли как-то добиться, может быть, от руководных авторитетов Эфиопии продемонстрировать его хотя бы со стороны или внешне. А пока этого не произошло, приходится полагаться только на косвенные данные. Однако, как выясняется, они выводят на целый ряд тайных загадок прошлого, которые странным образом тесно переплетаются с судьбой Ковчега Завета. И в немалой степени они оказываются связанными с самой историей религии в Эфиопии. Эфиопия это одно из древнейших христианских государств, которые существуют на нашей планете. Если принять во внимание факт, что, например, Эфиопия была официально крещена в 4 веке нашей эры, то достаточно вспомнить тот факт, что только в 312 году при императоре Константине Рим официально, как мировая империя, вступил на путь христианизации. Любопытно, что историки при подходе к Эфиопии рисуют нам такую картинку. Вот есть христианский период истории Эфиопии, начиная с 4 века нашей эры, и есть дохристианская культура, как они это называют. При этом совершенно не упоминается, и это явно сделано из политических и религиозных соображений, о том, что реально до христианства как такового государственной религии был иудаизм в Эфиопии и на протяжении довольно длительного времени. Это установлено сейчас достаточно достоверно. Однако иудаизм очень замкнутая религия, которая категорически отторгает представителей всех народностей кроме одной. Тогда каким образом она смогла не только закрепиться тут, в сердце Африки, но и подняться до уровня религии государственной. В Эфиопе до недавнего времени была достаточно большая община иудеев. Среди местного населения они назывались фалаша, то есть просто чужаки. Хотя между собой они себя именовали Дом Израиля. Как бы считали себя выходцем из Израиля, с другой стороны сам Израиль их такими не признавал. И вот в конце 20 века израильское правительство сменило политику. И очень многие фалаша уехали из Эфиопии в Израиль. Но откуда в Эфиопии могли вообще появиться иудеи? Местные предания, которые нашли отражение в упомянутой ранее рукописи Кебра Нагаст, дают предельно простой ответ. Это потомки тех самых первенцев старейшим Израиля, которых Соломон отправил сопровождать его сына Менелика, потомки тех, кто вывез из Иерусалима Ковчег Завета. Между прочим, как выяснил Хэнкок, религиозные обряды эфиопских фалаша довольно сильно отличаются от современного иудаизма. И эти отличия указывают на то, что их предки вышли из Израиля как раз где-то две с половиной три тысячи лет назад. Правда, по мнению Хэнкока это случилось не при Соломоне, а несколько позднее, в седьмом веке до нашей эры. Во времена правления царя Монассия, который совершил величайшее грехопадение и вернулся к поклонению богу Ваалу. Понятно, что левиты, охранявшие ковчег завета, не могли оставить его в искверненном храме и вывезли ковчег из Иерусалима. Другая загадка истории связана с событиями уже конца XII века. Событиями периода знаменитых крестовых походов. В это время имел место один очень странный факт. Царь Эфиопия направляет письмо к Папе Римскому с просьбой, даже трудно это назвать просьбой, скорее это почти требование отдать введение Эфиопской церкви алтарь и предел храма гроба Господня в Иерусалиме. Где находится Иерусалим и где находится Эфиопия? Папа Римский ответил отказом. Но когда Иерусалим был захвачен султаном Саладином, то Саладин буквально через два года после захвата Иерусалима выполнил эту просьбу или требование Эфиопов. С чего вдруг? Это совершенно две разные ветви, две разные религии и Саладину может быть было не до того, чтобы вести в дела Эфиопской церкви. Но с другой стороны, пусть мусульмане не считают Христа Сыном Божиим, пусть в их глазах он только пророк, но достаточно великий пророк. И почему вдруг контроль над храмом Гроба Господня они отдают Эфиопской церкви? И почему Эфиопская церковь считает, что имеет право притязать вообще на столь священное место? Храм Гроба Господня в Иерусалиме широко известен еще и тем, что тут ежегодно происходит одно из неподдающихся пока научному объяснению чудес снисхождение благодатного огня, которое возникает как бы ниоткуда и первое мгновение не обжигает своим пламенем. В глазах представителей совершенно разных религиозных конфессий снисхождение благодатного огня является одним из реальных подтверждений существования Бога, в том числе и для мусульман. Однако Саладин все-таки отдает контроль за столь священным местом Эфиопской церкви. Странная ситуация и одной политикой это не объяснить. Здесь какие-то совершенно вот внутри религиозные межрелигиозные тонкости и нюансы, которые наталкивают на мысль, что Эфиопская церковь имела на это право. Имела право на подобные требования. Чем она могла подкрепить это право? Давностью государственности своей религии? Я думаю, что для мусульман это не имело никакого значения. Обладать какой-то армией, которая была бы угрозой для мусульман, Эфиопе тоже не обладал. В общем, здесь достаточно странная ситуация. И одним из вариантов авторитета Эфиопской церкви в глазах того же Саладина запросто могло быть обладание Эфиопами Ковчега Завета. Ковчега Завета, который тоже имел ценность для того же Саладина. Обладание священной реликвии соответственно это милость Бога или Всевышнего в глазах мусульман соответственно и авторитет людей, кто имеет эту милость. Помимо Аксума древней столицы Эфиопии с тайной Ковчега Завета связаны и живописное озеро Тана. Точнее небольшой остров в северной части этого озера остров Тана Киркас По одной из легенд которую Эфиопия ведет как факт в том, что Ковчег находился на этом острове потому что он не сразу напрямую попал в Аксум где стал храниться и охраняться он находился на монастыре на острове Тана Киркас Остров Тана Киркас на меня лично произвел очень сильное впечатление какой-то своей необычностью то есть это сам остров резко отличается от всех остальных остальные острова как острова а это буквально какая-то вертикально вздыбленная стена узкая такая и другого такого поблизости вообще просто не видно ничего похожего то есть идеально защищенное место у нас явно там то что называется отсекли наш подъезд подход к острову нас уже вышли встречать недаром к нам сразу вышел человек старший грубо говоря из тех кто там на этом острове присутствовал в данный момент и сразу мы были поставлены достаточно жесткие рамки что нам можно что нельзя и ты сразу погружаешься в атмосферу может быть какой-то недосказанности она начинается например с того что ты спокойно можешь снимать эту часть острова но совершенно не можешь снимать другую часть более того ты можешь ходить так но не можешь ходить по-другому причем монахи которые там проживают имеют различный цвет своей одежды самое загадочное на мой взгляд монахи которые имеют желтое одеяние которых вообще практически можно только поклоняться которым можно только спросить благословение прикоснуться если ты везет если ты пеп либо если ты только достаешь фотоаппарат сразу идет очень гневная тирада которая направлена на то что ты просто даже доставать в их присутствии не можешь какую-либо технику может запечатлеть их образ нас очень много постоянно спрашивали какой верный какому веросповеданию принадлежим кто мы мусульмане какой ветви христианства и так далее и так далее то есть какое-то вот было желание что ли нас прощупать на право присутствовать что ли на этом острове с другой стороны в маленьком практически глинобитном домишке с простой крышей с очень незамысловатой дверью тебе выносят как они говорят жития святых это не в нашем понимании маленькая книжка это на большом фрагменте пергамента материала сделанного из кожи который имеет практически половину роста человека и растягивается между двумя деревянными планками это евангелие или жития святых которое заотносится к 4-5 веков который считается оригинальным некрасивой поздней копией а именно оригинальной вещью причем ты заходишь в эту коморку которая очень маленькая по площади она не больше 5-6 квадратных метров где стоят деревянные нары в виде полок на которых лежат чуть ли не потемневшие от времени короны стоят вот эти жития святых и евангелия и при этом откуда-то из-за угла настоятель достает не нательный а именно для служб крест который имеет рукоятку нужно носить и он говорит что это тот самый крест которым была крещена эфиопия в 4 веке да и корона оказывается не просто короной а головным убором самого царя Менелика сына Соломона и царицы Савской такая доступность столь священных для эфиопии ликвий и простота обстановки абсолютно не укладываются в голове голове ориентированной на совершенно другие подходы и стандарты тебя водят по острову ты водишь очень простенькую стальненькую церковь который больше напоминает просто такой российский дачный домишко за ним и вьется тропа в горы и в жестяной коробке стоят каменные некие архитектурные сооружения которые как они называют их чернильницы потому что в них есть углубления это что-то типа эфиопского древнего письменного стола за которым создавалась эфиопская религиозная музыка за которым писались первые эфиопские религиозные тексты и спокойно подходишь на них смотришь а дальше находится место где хранился ковчег место где проживали те кто его принес но как сказал уставитель мастера ну туда мы не пойдем потому что это не очень интересно и очень грамотно и можно сказать профессионально он перевел разговор на другую тему и ушел и ушел от этого в общем понятно что это может быть просто результат их собственной веры каждый человек отстаивает ту веру то что он во что он верит какими-то своими способами может быть в том числе и такими но с другой стороны это привносит какой-то элемент ощущение или псевдоощущение достоверности Танна Киркос вызывает море эмоций которые не объяснить то есть это не просто поход по острову как обычно вот они службы вот он храм здесь хранится это здесь хранится то с одной стороны очень много явных запрещений явного нежелания чтобы ты сюда заглядывал чтобы ты что-либо видел чтобы ты либо какие вопросы задавал но с другой стороны тебе показывают вещи которые с точки зрения может быть прежде всего европейцы восприятия наоборот должны прятаться охраняться быть под сигнализацией а это пожалуйста подходи посмотри да вот здесь был ковчег вот здесь он находился вот посмотрите да ковчег в Аксуме вот он и место посмотрите посмотрели до свидания то есть такого нет может быть это разность культуры разность восприятия внутреннее ощущение того что да это вполне нормальная рабочая гипотеза что действительно там находился ковчег завета что действительно там сейчас находятся могилы в том числе тех людей кто вывозил этот ковчег из Иерусалима вполне может быть почему бы нет однако каким образом ковчег завета мог оказаться Натана Киркас еще дальше от Иерусалима чем Аксум где он сейчас якобы находится по версии Хэнкока иудеи которые перевезли ковчег в Эфиопию добирались сюда не напрямую по Красному морю а через Египет вверх по Нилу и такой вариант вполне возможен ведь именно из озера Тана вытекает голубой Нил путь получается заметно длинней но зато без больших сухопутных участков в погорной местности но тогда откуда иудеи могли знать эту дорогу большинство историков полагают что из-за опасных и труднопреодолимых порогов египтяне поднимались по Нилу не дальше северо-современного Судана однако на озере Тана можно и сейчас увидеть тростниковые лодки которые изготовлены точно по такой же технологии какая применялась и в древнем Египте а в музее Аддис-Абебе современной столицы Эфиопии на полках стоят подголовники точно такие какие египтяне использовали вместо подушек есть тут и игральные доски для популярной в древнем Египте игры по давно забытым правилам все говорит о том что уже тогда Эфиопия имела весьма тесные контакты с Египтом а египтяне были тут довольно частыми гостями невзирая на то что им приходилось по пути сюда преодолевать не только опасные пороги но и даже как-то обходить знаменитые водопады Голубого Нила так что иудеи добирались сюда уже давно известным путем да и вряд ли бы они рискнули пуститься в неизведанные страны со столь ценным грузом как Ковчег есть еще одно косвенное подтверждение того что Ковчег не только находится в Эфиопии но и попал туда именно этим путем правда оно уже не в Эфиопии а в Египте на острове Элефантино в Исуане там собственно сейчас на этом острове остался только древнеримский храм руины древнеримского храма но этот храм был выстроен на том месте где раньше был иудейский храм иудейский храм построенный почти один в один с тем храмом где хранился до этого Ковчег Завета в Иерусалиме с чего вдруг каким-то иудеям тут сбрело в голову строить копию такого же храма никаких других аналогов нет и этот храм там стоял на протяжении 200 или 300 лет существование этого храма хотя сейчас не осталось вообще ни камня подтверждается документально обширной перепиской которую вел этот храм собственно с Иерусалима итак довольно много факторов указывает на то что иудеи вполне могли перевести Ковчег Завета в Эфиопию другое дело конечно очень большой вопрос а зачем собственно говоря Ковчег повезли именно сюда точнее так не зачем а почему и тут возникает такой любопытный момент если исходить из того что священный предмет должен находиться в священном месте соответственно и место куда увезли Ковчег тоже должен обладать определенной святостью что ли в глазах религии или в глазах традиций с точки зрения известной истории Эфиопии ничего из себя не представляет подобного а может это вовсе не так может историки просто ошибаются на самом деле утвердительный ответ на эти вопросы дан уже давно и на самом что ни на есть авторитетном уровне этот ответ дал известный советский ученый Николай Вавилов который еще в 30-е годы 20-го века указал на одну очень важную ошибку историков в то время он занимался поиском мест происхождения культурных растений и имел в этом деле не только сильнейшую финансовую поддержку со стороны государства но и поддержку интеллектуальную практически все ресурсы институтов в системе Академии наук СССР поскольку он был ее президентом и пожалуй еще ни один ученый не имел столь мощной базы для своих исследований и тогда он сделал удивительное открытие про которое к сожалению у нас сейчас практически ничего не говорится все привыкли к тому что пшеница произошла якобы немного севернее между речи то есть место откуда берут свое течение реки Тигры и Эфрат и оттуда уже распространилось во все стороны однако Вавилов выяснил что существовало три совершенно независимых очага пшеницы один в районе современного где-то Афганистана другой район действительно в Междуречии а третий регион это был как раз район Абиссинии или того что сейчас называется Эфиопия и получается странная вещь с одной стороны мы привыкли к тому что Древний Египет у нас провозглашается очагом культуры а с другой стороны этот регион Вавилов объявил регионом вторичного земледелия то есть туда земледелие было привнесено извне и именно со стороны Абиссинии возникает вопрос собственно говоря что было в самой Абиссинии поразительно но про древнюю историю этого региона не говорится вообще ничего по исследованиям того же Вавилова вытекает что древнее земледелие появилось там в районе ну как минимум 8 а то и все 10 тысяч лет до нашей эры а то что мы сейчас слышим про Эфиопию это максимум всего 1 тысяча лет до нашей эры то есть цифры не бьются абсолютно никаким образом но получается любопытное совпадение Эфиопия причем именно вот регион в районе озера Тана это источник древнего земледелия по Николаю Вавилову и сюда же почему-то вдруг привозят ковчег и из версии Ковчега Завета и из исследований Вавилова напрямую вытекает резон поискать следы древней цивилизации в Абиссинии то есть в Эфиопии причем цивилизация гораздо более древней чем рисует нам сейчас официальная история на стороне Вавилова оказываются и древние египетские тексты где упоминается о больших караванах кораблей которые фараоны отправляли в некую богатейшую страну Пунт расположенную где-то на юге историки до сих пор не знают где именно была эта легендарная страна так почему бы ей не быть там где ныне Эфиопия собственно это и было основной задачей нашей экспедиции поиск следов древней цивилизации по сути предсказанной Вавиловым но чем дальше тем больше эта задача странным образом переплеталась с тайным местонахождением ковчега завета и раз это место было настолько значимо что сюда можно было вести столь священную реликвию следов просто древней цивилизации мало нужны были следы высоко развитой в техническом отношении цивилизации той представителей которой наши предки называли богами и свидетельство которой мы уже видели в Египте Мексике Перу и Боливии есть ли в Эфиопии что-то подобное информация об этой стране крайне мало и мы выезжали хоть и не в полную неизвестность но с довольно большой долей риска вернуться несолоно хлебавши но как говорится кто не рискует тот не пьет шампанского пожалуй самое большое разочарование нас постигло в Тии где стоит несколько десятков стел со странными изображениями они достаточно примитивны то есть они не вызывают ощущение что это некая цивилизация которая здесь существовала или некая культура что может быть более правильно говорить которая существовала на протяжении раз продолжительного периода времени два которая оставила те следы которые говорят именно не только о культуре а уже о цивилизации которая существовала другое дело что мы туда ехали в общем сбитыми с толку информацией о том что там обнаружены стелы якобы с до сих пор нерасшифрованной письменностью то что мы там увидели там и бесполезно расшифровывают потому что это буквально набор из нескольких символов по версии Андрея Жукова это кельтские мечи на мой взгляд запросто можно считать изображением полетательного аппарата типа Бурана у Дмитрия Агай версия родилась что это преотличительные знаки на погонах то есть вот можно высказать кучу версий но их ничем нельзя не обосновать не опровергнуть в общем ничего толкового не говорят разочаровала и купальня царицы Савской в Аксуме с чьей-то легкой руки в средства массовой информации попало утверждение о том что купальня будто бы вырублена целиком в гранитном скальном массиве а это буквально титанический труд увы все оказалось обычной газетной уткой купальня царицы Савской всего лишь незина между двумя склонами перегороженные довольно простенькими дамбами а вполне естественная гранитная скала образует только одну стенку этой купальни а вот внешне ничем не примечательный дворец царицы Савской заставил задуматься тут под простенькими стенами из мелкого щебня на глиняном растворе местами попадались известняковые блоки ровной прямоугольной формы во дворце царицы Савской мне показалось что это просто археологи вот им легче было из этого камня строить все это дело они поэтому так и слепили а реально на самом деле все это было там из известняковых блоков но в одном месте археологи так и оставили специально под крышей кусок старой стены которую они нашли она действительно сложена из такого мелкого камня на глиняном растворе тогда возникает вопрос а почему фундамент сделан из хороших обработанных блоков а верх такой халтурный такой некачественный аналогичная картина наблюдается с другой стороны аксума в так называемых царских гробницах которые историки датируют четвертым веком нашей эры сами стенки все та же щебенка на глиняном растворе а углы стен и нижний ярус из прямоугольных блоков но это только снаружи а под землей совсем другая картина огромные плиты перекрытия весом до 10 тонн и более опираются на мощные стены которые сложены из известняковых блоков без малейших следов раствора при этом далеко не все блоки имеют прямоугольную форму есть и полигональная кладка это уже не щебенка с глиной тут нужны очень серьезные навыки работы с камнем пусть это всего лишь известняк и пусть снаружи он не очень хорошо обработан единственное что просится это то что сначала была достаточно высоко развитой культуры с точки зрения технологии обработки камня который могла нарезать блоки из известняка а сверху уже на руинах этой культуры древней культуры уже настраивалось то что сейчас названы относятся там например к четвертому веку нашей эры может она и и сама еще более древние но в любом случае мы видим уже как минимум две совершенно принципиально разных цивилизаций в одном и том же самом месте наличие двух столь разных пластов сразу приводит к вопросу а какую из них относится к царице савской нижней из известняковых блоков или верхней из глины и щебенки если считать что сооружение в йемене также имеет отношение к савской то может показаться что это более технологически продвинутый нижний слой аксумских конструкций однако если присмотреться повнимательнее то и на руинах йеменского мариба можно обнаружить следы древнего довольно халтурного ремонта при котором ровные блоки укладывались а бы попало так что вопрос с датировкой снова повисает в воздухе пусть он там еще повисит какое-то время а мы вернемся в аксум где прямо в центре города также есть объекты которые относятся к двум разным культурам правда тут технологии не наслаиваются одна на другую а находится рядом один полуподземный храм сложен из обломков камня и перекрыт очень грубо обработанными блоками и совсем рядом буквально в паре десятков метров что-то типа гробницы или алтаря из весьма хорошо обработанных известняковых блоков которые снова уложены практически идеально и без какого-либо раствора это только историки могут датировать два сооружения одним временем а любому технарю понятно что речь должна идти о принципиально разных по уровню развития культурах в качественно исполненной гробнице нас ждал сюрприз следы технологии скрепления блоков кладки специальными стяжками совсем как на высокотехнологичных сооружениях в Египте и Южной Америке а в одном месте сохранилась даже сама стяжка железяная в чем ковка следы ковки видно и они загоняли туда ее просто сверху бессмысленные любопытно что форма стяжки заметно отличается от того что встречается в Египте где выемки чем-то напоминают бантик эфиопская стяжка больше похоже на то что можно увидеть в Боливии в Тиоанако на руинах знаменитого Пуму-Пумку в сочетании с полигональной кладкой которая встречается в Аксуме и которая так характерна для Южной Америки сходство формы стяжек на двух разных континентах поражает еще больше вряд ли это случайное совпадение эта гробница расположена рядом со знаменитыми стелами Аксума стел тут много есть устремленные в небо есть покосившиеся есть упавшие и разбившиеся есть даже еще и недоделанные есть практически голые а есть резные есть маленькие и большие самые высокая из устоявших имеет длину в 21 метр это высота 7-этажного дома впрочем благодаря своей резной поверхности она чем-то и напоминает именно многоэтажный дом точнее даже небоскреб рядом с ней сейчас подготавливают место для другой аналогичной стелы высотой на 3 метра больше во время итальянской оккупации в 1937 году ее вывезли из Эфиопии и вернули только 3 года назад правда сделать это смогли только по частям поскольку вес ее по самым скромным оценкам 160 тонн вот и сейчас начало работ по установке дожидаются два мощных крана но еще больше поражает упавшие и разбившиеся стела вес ее оценивается уже в целых 500 тонн а по своей высоте 33,5 метра что равно высоте уже 12-этажного дома она ничем не уступает знаменитым обелискам Луксора и Карнака пожалуй египетские обелиски было даже проще изготовить ведь они покрыты только небольшим количеством иероглифов а аксумские стелы полностью резные при этом материал из которого сделаны стелы аксума столь же трудно обрабатывать это голубоватый сиенит одна из разновидностей гранита очень твердая горная порода однако из-за резной формы довольно сложно оценить качество обработки поверхности в целом стелы сделаны достаточно ровно а вот в резных деталях иногда попадается небольшие отклонения от строгих форм правда не ясно что это недоделки создателей стелы или результат эрозии в отличие от египетских обелисков нигде не видно и следов полировки либо ее никогда и не было либо стела очень долго находилась в вертикальном положении подвергаясь эрозии на протяжении тысяч лет стелы большое недоумение вызывает дизайн резной поверхности стел что это за странный орнамент историки полагают что это символическое отображение в камне деревянных домов с бревенчатыми перекрытиями и прямоугольными окнами однако в эфиопии никто никогда подобных деревянных многоэтажек не строил да и рациональность такой конструкции под очень большим вопросом так что эта версия не больше чем просто ближайшая ассоциация но ассоциации могут быть разными и тот же прямоугольный элемент с квадратными выступами по углам может напоминать например болтовое крепление каких-то дополнительных блоков типа скажем кусков брони на военной технике или накладных замков только гайки квадратные степень сходства ничем не хуже чем с деревянной многоэтажкой и тут каждый волен выбирать такие ассоциации какие ему больше по душе скажем аналогичные квадратные выступы по углам есть и в египетской саккаре на громадном саркофаге вес которого достигает 400 тонн ассоциации вызывает вопросы и выбор материала для изготовления ксумских стел прямо под боком масса гранита собственно небольшие горы вокруг сплошные гранитные массивы однако рядом только гранит розоватого оттенка где создатели стел брали голубой сиенит и зачем они его откуда-то сюда доставляли когда рядом полно аналогичного камня бери да откалывай нужный кусок чем их не устроил местный гранит в 4 километрах отсюда есть то что считается каменоломнями в которых будто бы и брали материал для аксумских стел каменоломней это назвать довольно сложно это обычная каменная особь из больших глыб просто тут осталась одна брошенная заготовка вот и посчитали это каменоломней однако если тут и брали камень то скорее всего для другого поля стел которое находится совсем рядом напротив того самого дворца царицы Савской но тут стелы совсем неказистые и больше похожи на простые надгроби так что место откуда брали материал для изготовления больших резных стелок сума так и остается загадкой кстати из того же материала был сделан еще один удивительный объект который археологи недолго думая назвали просто светилищем оно расположено совсем рядом с упавшей резной стелой и тоже не сохранила своего первоначального вида из-за того что рухнули его стенки сложенные из не очень ровных прямоугольных блоков вроде бы ничего интересного обработка полный примитив но поражает мощная монолитная плита которая раньше служила перекрытием этого светилища ее площадь около 100 квадратных метров а вес все 300 тонн как строители доставляли сюда эту махину и если все другие сооружения имеют составные перекрытия из относительно небольших блоков то зачем тут понадобилась монолитная крыша видимо строителям было нужно не просто помещение а именно нечто типа небольшого ангара но зачем вопросов больше чем ответов и чувство совмещения несовместимого с одной стороны вроде довольно примитивно с другой есть все таки какая-то запредельность для просто уручного труда но оказалось достаточным отъехать от Аксума всего на полсотни километров чтобы все сомнения развеялись следы весьма высоко развитой цивилизации тут все таки есть они возле небольшого поселка под названием Еха который обычно не попадает в перечень мест посещения туристами то что мы видели в ехе это вообще на самом деле вот ближайший аналог это древний египет причем древний египет то что соотносит с четвертой династией при которой якобы был достигнут максимальный пик в технологии строительства и в обработке камня а плоскости какие это то что в египте называют четвертой династией мы по нашим исследованиям как бы приходим к выводу что это вообще наследие принципиально другой цивилизации высоко развитой цивилизации отстоявший от первых фараонов на несколько тысяч лет как минимум вглубь времен потому что получить подобные каменными инструментами или даже медными инструментами просто невозможно это должны быть достаточно большие пилы если это там дисковые пилы то быстро вращающиеся которые бы так шлифовали поверхность ровно это должно было делаться на каком-то станке где движение там пилы фиксировалось и так далее и тому подобное то есть сама форма поверхности говорит об очень высоких технологиях обработки камень здесь не очень хотя вот ну здесь тоже но с другой стороны да иди покажи смотри бог как будто помазь начнешь ну да зайди вот со стороны когда смотришь когда начинаешь смотреть у тебя сливается все в одну линию это не ручная обработка причем технологии обработки вот блоков известняка который мы увидели в ехе она настолько похожа на египетские что вот полное ощущение того что ты находишься в египте но при этом да египет распространял свою экспансию на юг но дальше судана историки как бы даже и не мыслили продвинуться в своих исследованиях и не было разговоров о том что кто-то из фараонов двинулся далеко на юг а тем более здесь мы имеем высокие технологии и должны говорить совершенно о другой цивилизации это гранишь нет это лампстон 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 а лайфтон обрабатывать нет да лампстон достаточно даже не то что бы мы видели в храме это плотнее гораздо из-за снега и руины непонятной конструкции в ехе находится совсем рядом с гораздо более уцелевшим сооружением который археологи назвали храмом луны 6 века до нашей эры действительно если говорить о том что это храм то как бы сразу в это верится хотя бы потому что сразу возникает мысль о языческих храмах как мы себе все их представляем достаточно крупные по размерам сооружения которые сложены из крупных блоков и заходя в помещение тоже возникает законченность восприятия что есть святилище есть алтарная часть есть некая ориентация в пространстве этого храма алтарная часть полностью выходит на восток сто процентов заявление о том что сооружение в ехе на самом деле имеют отношение к очень древней высоко развитой цивилизации может показаться слишком уж не то что даже смелым а наглым с другой стороны там есть такие особенности обработки камня которые позволяют говорить именно высоких технологиях хотя вроде бы только всего лишь известняк но при этом при всем храм луны он сложен из таких блоков известняка которые имеют определенный стандарт повышение вот такое впечатление что их ну грубо говоря этот известняк нарезали на одном том же оборудовании на каком-то а нет тут длиннее это 203 а тут длиннее так ты посмотри какую-то ширину еще а 223 господи посмотри ширину его не вверх 26 а с другой стороны а небольшой 64 см а вот давай проверим а вообще здесь 6 стандарт просто просто странные полоски есть на краях блока сначала мы их приняли за как бы дополнительное выравнивание или шлифовку вот они так идут именно по всем стыкам и первое впечатление было что это заравнивали уже готовую кладку зачем-то заравняли именно стыки зачем было непонятно если я полирую два блока сразу да у меня должен оба блока в одной плоскости а у меня этот блок поступает сюда да скилёте а скилёте а скилёте да 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 миллиметра два на самом деле да бордюр вот чего если я полирую да причем непонятный инструмент полировки мало того ну он настолько одинаковый вообще по размеру и причем идет параллельно жестко параллельно при этом есть там как бы следы страны инструмента идущие не вдоль стыков как и должно было быть при выравнивании под определенным углом каким-то под небольшим то есть что это был за инструмент в общем мы тогда ломали голову над этим и пытался задавать вопросы местному археологу который у нас выступал гидом невольным он собственно говоря пытаясь объяснить и чувствуя что не удовлетворил меня ответами в определенный момент просто отмахнулся и сказал что ну я не строил этот храм поэтому сказать не могу зачем и откуда это возникло и собственно так и оставалось загадкой но мы когда приехали и опубликовали фотоотчет в интернете об экспедиции вот через какое-то время на форуме у нас появился человек который высказал такую идею что след очень похож на то что оставалось когда они там на даче разрезали обычной болгаркой пенобетон не просто пила болгарка идет да идут у нее полозья по краям для ограничения движения этой болгарки для того задания одинаковой глубины пропила более того если двигать ту же самую болгарку не рукой а фиксировать скажем в каком-то станке на чтобы она продвигалась вперед достаточно поставить что-то типа например валика который будет двигаться цепляться за ее весняк и таким образом продвигать пилу вперед и вот на нем насечки ну скажем там по спирали да мы получим как раз ровно те самые следы которые мы видели на блоках из которых сложен храм гехи то есть на самом деле мы можем фактически восстановить вид оборудования на котором нарезались блоки для строительства этого храма но мы в этом случае будем говорить об исключительно высоких технологиях любопытно что за сотни километров от ехи в другом месте предполагаемый столица царицы савской в йеменском марибе на известняковых блоках точно такие же следы того же механического оборудования но во времена царицы савской такого оборудования не было да и быть не могло это только очень высоко развитая цивилизация если мы предполагаем что это строило высоко развитой цивилизации а по всей земле там что касается египта что касается мексики что касается перу мы везде видим очень большую древность этой высоко развитой цивилизации когда мы должны говорить о том что сооружение в ехи созданы как минимум 7-8 тысячелетий а то и все 10 тысячелетий назад то что этот храм в дальнейшем мог использоваться местной культурой это повсеместно распространено использование древних храмов и в ехи есть этому прямое свидетельство археолог нам собственно рассказывая об этом храме сказал что у него было две крыши каменная а потом деревянная просто его подсказывает что что был храм с каменной крышей который в конце концов от древности рухнула пришли люди другие на это место которые совершенно не обладали подобными технологиями чтобы делать каменные перекрытия они возвели деревянную крышу естественно они возвели выше тех руин которые оставались вот у нас получается деревянная крыша над каменной мы в итоге имеем остатки того и другого что касается сооружений в ехи странная совершенно вещь там использован известняк который очень плотный если бы мы с таким сооружением столкнулись в Египте проблем бы не было там и известняк как раз похожий есть в Египте залежей известняка очень много потому что территория Египта находилась там порядком многих десятков миллионов лет назад под водой это было дно моря где как раз в меловой период накапливались соответствующие осадки что значит известняк да это мы имеем плотно слежавшиеся слои собственно говоря отложений в меловой период которые под давлением воды под собственным весом очень сильно уплотняются да известняк образовываться может и в озерах в рудах и так далее вот он озерный известняк но не имея такого давления над собой он более рыхлый он резко отличается его в качестве строительного материала практически невозможно использовать без укрепления он рассыпается в руках вот это точно известняк но только не плотный морской слежавшийся под давлением под мощным а вот то что называется озерным известняком он хотя и относится к тому же периоду образования что и материал в ехе но все-таки совершенно разной природы озерный известняк он образуется такими ограниченными кусочками по площади можно кстати увидеть что он достаточно небольшой здесь территория эфиопии под море не опускалась последние десятки миллионов лет территория эфиопии вообще в известную нам геологическом прошлом всегда находилась над водой спрашивается откуда брали известняк для строительства сооружений в ехе откуда то везли получается очень издалека до египта многие сотни километров если везли оттуда на чем везли зачем везли если учесть высокую степень развития цивилизации следы которые мы видим в технологии обработки камня тогда конечно для нее доставка материала за там сотни километров не составляла никаких проблем и собственно говоря эту деталь она тоже как бы подводит к тому же но что это за цивилизация кто же построил храм в ехе когда мы пытались выяснить на каком основании собственно говоря археологи назвали его храм луны нам привели якобы как доказательство блок на котором как было заявлено нарисован знак символ этой богини луны а не поэтому не мотивизировали что это получается что это храм луны а, поэтому все это как символ альмук 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 вот у меня очень как у человека неоднократно побывавшего в египте сразу моментально возникла ассоциация что это вовсе не знак богини луны а знак богини хатхор богини хатхор по древней египетской мифологии это супруга бога гора хатхор женщина гора египтологи полагают что богини хатхор всего лишь выдуманный мифологический персонаж которому поклонялись древние египтяне причем по принятому мнению культ этой богини появился довольно поздно во времена уже нового царства поэтому и наиболее известный храм богини хатхор в дендере датируется лишь концом второго тысячелетия до нашей эры храм в дендере который выстроен храм богини хатхор на мой взгляд зря датируется временем периода только позднего царства а он на самом деле гораздо более древний и там и высокие технологии и там вообще полное соответствие местной легенде о том что это был не просто храм а дом богини хатхор и даже не просто дом а местом свидания с тем же гором но одновременно она встречалась и с тотом ну такие нравы у них там были сразу двумя богами две уютных спаленки с приемом гостей так чтобы их развести в случае чего если они вдруг пересекутся то есть полное соответствие легенде и при этом вместо потолка мощнейшие перекрытия в которых нет абсолютно никакой необходимости то есть там блоки весом в десятки тонн уложены как минимум в три а то и в четыре ряда это мощнейшая нагрузка на подпирающие колонны спрашивается зачем это делать если бы это было просто крышей причем так усилена именно центральная часть крыши для незамутненного учебниками истории взору вот эта площадка очень кажется похожей на посадочное место для летательных аппаратов оно как раз для этого и усилено вот с точки зрения технологии строительства конструкционной усиление для того чтобы принимать дополнительную нагрузку вот такое усиление перекрытия действительно необходимо с другой точки зрения с какой-либо это не объясним а что за нагрузку можно было принимать с воздуха ну летательный аппарат цивилизация которая владела такими технологиями обработки камня которые мы видим в древнем Египте да для нее перемещение по воздуху в общем-то не было чем-то сверхъестественным оно вполне логично но если древняя высоко развитая цивилизация богов освоила полеты по воздуху то и доставка хорошего известняка для строительства храма в Ехе даже из Египта не составляла для нее никаких проблем а если мы говорим о том что богиня Хадхур это было реальное лицо представительницы той самой древней цивилизации египетских богов то наличие ее же эмблемы в храме в Ехе оно как бы автоматически отвергает на много тысячелетий назад вообще этот храм как таковой согласно сведениям древнегреческого историка Манифона который он получил от египетских жрецов гор правил Египтом в начале девятого тысячелетия до нашей эры и если храм в Ехе был домом его женщины богини Хадхур то храм был построен больше десяти тысяч лет назад но здесь появляется еще один момент ведь в некоторых исследованиях мифов древнего Египта упоминается о том что боги в Египте появились придя откуда-то с юга почему бы этим местом откуда они двинулись в сторону Египта не быть той самой Абиссинией или современной Эфиопии руины в Ехе вполне вписываются в эту общую концепцию во-первых это место святое там были древние боги то есть высокоразвитая цивилизация и эти следы мы видим именно наличием высокоразвитой цивилизации можем объяснить то что существует в Ехе а поскольку эта цивилизация существовала задолго до фараонов собственно здесь как раз с этим связан и один из первичных очагов земледелия выявленный Вавиловым то есть совершенно разные исследования совершенно разные источники приводят фактически к одному выводу место священное поэтому сюда могли стремиться привести ковчег завета Единственная проблема когда мы говорим здесь о высокоразвитой цивилизации в Эфиопии на мой взгляд заключается в том что очень мало мы сооружений нашли которые подходят под подобные цивилизации таких сооружений должно быть больше по общей логике но к сожалению мы сейчас находимся в такой политической ситуации что мы не могли посмотреть на перезону Эритреи и есть надежда или подозрение можно так сказать что на территории Эритреи могут быть аналогичные памятники просто там уже столько лет идет гражданская война что там никто никакими толковыми археологическими работами вообще не занимался ну вот мы не рискнули дергаться в сторону Эритреи потому что там сейчас стоит войска ООН на разделительной линии в общем-то зона как нам объяснили гиды весьма неспокойная мы из Ехиты уезжали быстрее потому что гиды нас поторапливали и говорили что тут местное население в машины бросается ко мне когда стемнеет мы стремились уехать до темноты как бы то ни было в Эфиопии есть следы той древней высоко развитой цивилизации представителей которой наши предки называли богами и регион был поэтому в достаточной мере святым чтобы перевозить сюда ковчег завета но если ковчег действительно находится в маленькой часовне в Аксуме то почему он спокойно располагается в столь уязвимом месте по нашим боевикам можно сказать почему бы какой-то группе не захватить сверху там то есть группа спецназа сверху совершенно спокойно с вертолета проникает в эту часовню быстро забирает этот предмет быстро эвакуирует и здесь действительно как бы непонятно почему этого до сих пор никто не сделал реликвия представляет собой для многих религии очень большую ценность и облагание ею соответствующую религию или соответствующую ветвь какой-то религии подняло бы на очень высокий уровень на очень высокий статус скажем ну хорошо не хочет там израильское правительство например само связываться с каким политическим скандалом но с другой стороны ведь существуют группы ортодоксов в котором то что называется светская политика глубоко до лампочки они могли бы пойти на какие-то жертвы на какой-то конфликт даже со своим собственным государством не то что там с другим ради обретения такой святой реликвии однако этого не делается и вот этот вопрос меня достаточно долго мучил пока мне не довелось побеседовать с одним ортодоксальным иудеем в талмуде который для них является основным документом написано что ковчег завета продолжает находиться на храмовой горе все для ортодоксов тексты книги незыблемы и поэтому естественно версию нахождения ковчега завета в аксуме не рассматривать даже всерьез другой любопытный момент сводится к тому что связано с эмиграцией тех потомков иудейских которые якобы являются потомками людей вывезших этот ковчег в эфиопию те фалаша которые возвращаются в израиль если они стремятся именно войти в круг верующих в ортодоксальные именно ветви религии они фактически проходят вторую инициацию а раз вторичное посвящение значит они фактически отказываются от своей предыдущей модификации веры и принимают то что написано в талмуде сейчас то есть они фактически должны отказаться от веры в то что ковчег завета находится в аксуме в том числе вот такая возникает парадоксальная ситуация но такая спокойная обстановка вокруг ковчега была не всегда в конце концов и в руки христианской эфиопской церкви он попал отнюдь не мирным путем а был фактически завоеван в ходе кровопролитной борьбы за власть саудейской общины эфиопии что упоминается все в той же старинной рукописи кебранагаст а в один из периодов внутренних распри ковчег даже как-то на время увозили из аксума не исключен вариант что имели место попытки вывести его из-за предела страны об этом нет прямых упоминаний в письменных источниках но есть странные совпадения в целой череде событий которые косвенно указывают на такую попытку события эти тесным образом перепрелись с судьбой еще одного эфиопского города города который носит имя легендарного царя лалибелла при котором тут создано 11 храмов вырубленных прямо в скалах по сути лалибелла это очень один из самых маленьких городов эфиопии но население не больше двадцати тысяч человек и значительную часть населения больше 70 процентов современного населения составляют священнослужители и либо семьи либо люди которые обслуживают те храмы лалибелла с позиции поиска какой-то высоко развитой древней цивилизации вроде бы не представляет никакого интереса потому что все это датируется двенадцатым веком но есть ряд моментов которые в общем как-то не вписывается опять же в общую историческую версию принятую все храмы лалибелла они высечены в мягкой скальной породе если просто вырубается маленькая часовинка в скале или маленький храм создается или даже просто какая-либо пещера приспосабливается для религиозных обрядов даже пусть христианских это одно но когда возникает целая система храмов которые не просто расположены сами по себе не только связаны между собой системой переходов в том числе подземных а именно как сама религиозная идея потому что например храм святого георгия который в лалибеле он имеет форму креста который видно только сверху потому что он полностью вырублен уходит вниз и не только это другие храмы они может быть сверху не имеют такой красоты но для того чтобы их посмотреть они имеют несколько уровней по высоте они имеют целую систему входов выходов внутренних помещений создается впечатление что они построены на самом деле они высечены у меня вот например как бы какое-то двойственное ощущение с одной стороны вроде не видно высоких технологий с точки зрения обработки камня но мягкий туф рубить в общем можно с другой стороны это колоссальный объем породы вынуты это же не просто вырублено пространство вокруг храма не просто вырублено внутри храмов помещения пустоты это же тоже надо было вырубать и выносить каким-то образом вокруг всей системы храмов вырублены дополнительные каналы источные каналы чтобы отводить воду стекающую с окружающих возвышенности и гор можно было бы прорубить вокруг небольшой достаточно проход и хватило бы в некоторых местах мы видим просто там сколько метров 10-15 шириной прохода зачем такой объем лишней работы непонятно совершенно такое впечатление что тем кто занимался вырубкой в общем каких-то особых проблем это не доставляло что совершенно не вяжется с работой так киркой и мотыгой в общем и уж тем более большие сомнения вызывают как бы называются сроки строительства что максимум там за 21 год построено 11 храмов в общем как-то это совершенно не вяжется особенно если вспомнить по сколько лет строились соборы в Европе там по 150 по 200 лет да вот каждый а здесь в одном месте во время правления одного единственного царя вдруг сразу возникает 11 храмов в общем очень поразительно по сути получается что храмы лалибелл они вот это вот ощущение ну не случайности а всегда вот в эфиопе возникает мысль о том что это было как бы вдруг потому что лалибелла который не упоминается который не встречается который считается с одной стороны сначала как религиозный центр а потом как преемственница как город аксума друг тоже возникает именно вдруг то есть за несколько лет возникает не город не крупное поселение не новая столица возникает именно целая система именно христианских храмов причем самое что удивительное нигде больше в эфиопии именно такого каменного строительства его не велось естественно как бы обращать на себя внимание в том числе и легенда о том что днем якобы эти храмы строили люди а ночью ангелы что за ангелы Хэнкок развивает версию что помогали в строительстве тамплиеры которые пришли с лалибеллой и собственно помогли этому лалибеллу вернуться к власти тамплиеры странный и очень таинственный орден который официально был создан для защиты паломников на святой земле но какую реальную защиту могли обеспечить всего девять человек основавших орден тем более что они длительное время так и не покидали пределов иерусалима обосновавшись на месте где ранее стоял храм соломона собственно отсюда и пошло их название храмовники или тамплиера от английского темпа что значит храм в конце 20 века были обнаружены непосредственные свидетельства того что тамплиеры не просто базировались на храмовой горе а вели там интенсивные археологические раскопки что же они искали в недрах храмовой горы ответ просится сам собой они искали ковчег завета но судя по всему ковчег они там не нашли однако в конце двенадцатого века в иерусалиме появляется лалибелла принц эфиопии и тут начинается очень странная цепь совпадений в 1185 году лалибелла не извергает своего предшественника Харбая и провозглашает себя царем местные предания говорят о том что при лалибелле во время праздников при выносе ковчег сопровождали люди с белыми лицами и светлыми волосами именно лалибелла получает в 1189 году согласие султана саладина на передачу эфиопской церкви контроля над храмом гроба господня захваченным мусульманами иерусалиме и происходит это самый разгар третьего крестового похода следующий четвертый крестовый поход который начался в 1201 году организуется почему-то вовсе не для освобождения иерусалима от мусульман а для похода совсем в другую сторону на египет и только благодаря тому что влияние тамплиеров на руководство крестоносцев оказалось слабее влияние со стороны венеции имевший свои интересы удар четвертого крестового похода пришелся не на египет а на византию однако пятый крестовый поход в 1217 году вновь планируется для похода не на иерусалим а на египет крестоносцы захватывать на египетском побережье крепость дельму которая считалась до того неприступной их удар настолько сокрушителен что египетский султан в обмен на перемирие предлагает отдать им иерусалим сердце святой земли и тут происходит совсем уж странные события крестоносцы не принимают этого предложения они тянут время ожидая подкреплений со стороны фридриха второго для продолжения похода на юг в сторону каира фридрих второй не выполняет своих обещаний султан собирается с силами и выбивает крестоносцев из египта но даже на закате крестовых походов когда мусульмане захватили все территории на святой земле когда крестоносцы осели на кипре и когда сами походы свелись только к небольшим стычкам за контроль над островами в средиземном море крестоносцы стремились не на восток в иерусалим а на юг в сторону египта трудно предположить что у всех крестоносцев было так плохо с географией и они просто перепутали восток с югом все эти странности можно объяснить только одним крестоносцы рвались именно на юг потому что через египет лежал путь в эфиопию видимо тамплиеры которые помогли воли были взойти на эфиопский трон убедились в том что как человек завита действительно находится в эфиопии или поверили в то что он здесь находится или нашли тут еще что-то настолько интересное что заставило крестоносцев изменить основные цели своих походов любопытная деталь в храме христа спасителя которая находится в лалибеле есть три прямоугольных углубления на наш вопрос об их назначении смотритель храма дал буквально шокирующий ответ тут были захоронены три библейских патриарха честно говоря тогда нам это показалось полным бредом ну или мягко говоря не скромностью эфиопской церкви в перетягивании религиозного одеяла на себя однако если тамплиеры помогли взойти на трон лалибеле они же могли при этом перевести сюда и останки действительно библейских патриархов например тех кого они нашли в недрах храмовой горы в урусалиме ведь именно из урусалима они сюда и пришли но можно выдвинуть и еще более неожиданную версию известно что моисей вывел евреев из египта в израиль однако израиль земля обетованная завещанный евреем богом а где их родина подавляющее большинство историков считает родиной евреев юг между речи но это только предположение по сути окончательного ответа на этот вопрос до сих пор нет между тем в книге чисел говорится о том что моисей был женат на эфиопке а еврейский историк иосиф флавий утверждает что моисей период между своим сорока и восьми десятилетиям жил некоторое время в эфиопии чтобы ему тут делать впрочем если кого-то столь уж сильно смущает родина евреев в эфиопии для объяснения захоронения останков трех патриархов храме христа спасителя в лалибеле версии тамплиера вполне достаточно однако ее совершенно недостаточно для объяснения фантастически малых сроков создание целого комплекса храмов даже присутствие тамплиеров например в процессе строительства этих храмов никоим образом не объясняет такой высокой скорости строительства ну что могла сделать горстка храмовников в общем ничего особо особенного каким угодно интеллектом не обладая на физической силе это не добавит более того значит вот на что собственно упал взгляд да качество вроде бы не очень высокое но и при этом собственно невысоком качестве обработки камня есть все таки большая разница между ярусом который идет до высоты человеческого роста и тем что идет выше то есть то что выше вроде более менее по крайней мере выдержанно с точки зрения каких-то ровных углов геометрических пропорций и так далее то что касается вот высоты человеческого роста то здесь такое впечатление что просто бросили недоделанную стройку недоделанные храмы при этом нигде вообще ни в каких исторических источниках историки об этом даже не упоминают чтобы храмы оставались незавершенным а здесь у всех храмов внизу явно совершенно четкой недоработки причем это не только снаружи храма это внутри храма вот мы заходили например в том же храме так называемого Христа Спасителя там нижний ярус абсолютно четко недоработан вверху все гладко все ровно а внизу откровенно брошенная работа или недоделанная или не смогли доделать возникает тоже ощущение вот этой все таки самодельность если так можно сказать потому что при красиво сделанных окнах при колоннах при стенах этих храмов если вы заходите внутрь вы попадаете на достаточно очень неровный волнистый пол который как бы ну не сочетается может быть в какой-то степени в вашем восприятии то что только что вы видели на улице вот здесь возникает вторая версия остроил ли лалибелла все может быть он собственно говоря достраивал только то что уже стояло может нижний ярус это как раз его работа а верхний ярус был сделан задолго до него потому что с чего вдруг лалибелла имея аксум уже как столицу мощного государства имея там сооружения достаточно неплохие имея те же самые каменные стелы которые говорят о достаточной святости места и так далее вдруг бросается в какую-то лалибеллу в захудалый городишко он как был захудалым городишком так и остался он собственно был столицей только во время правления этого царя совершенно непонятная логика а легенды между тем говорит о том что лалибелле идея о том чтобы строить храм именно в этом месте не пришла в голову самому ему это внушили грубо говоря на небо судя по его жизни описания ему пришлось пережить что-то типа клинической смерти то ли в этом состоянии то ли в состоянии там дальнейших молитв которые он там в Иерусалиме произносил у него было откровение в котором якобы было указано место где он должен сделать эти храмы и был указан в том числе и способ создания этих храмов вот с точки зрения способа создания что там можно было придумать в общем-то особо ничего сколько ты способов не передавай выше технологии своего времени то все равно не перепрыгнешь но вот с точки зрения места это вполне могло быть указание просто места где надо было провести раскопки и например улучшить и углубить то что был это как версия она там достаточно скажем так скользкая но вот внешний вид по крайней мере того что там есть он нам наводит в том числе и на эту идею более того не очень качественное состояние даже верхней части оно может объясняться и не тем что плохо выполнили работу а тем что прошло достаточно много времени с момента создания верхней части вовсе не 800 лет там как описывает нам история а гораздо больше тот же самый туф он не просто легок в обработке поскольку мягкий материал он по той же самым причине и больше подвержен розе ну и мы видели в каком обвешалом состоянии находятся некоторые там стенки того же храма христа спасителя где просто обрушенные там перекрытие окон и так далее где сейчас там уже фактически где-то строит новодел делают ремонт где-то действительно видно просто сильнейшая розе тамплиеры которые уже имели опыт археологических раскопок на храмовой горе конечно же могли помочь лалибели в организации работ по расчистке древних сооружений и возможно даже по их достройке по мнению хэнкока на присутствие тамплиеров лалибеля указывает наличие тут их фирменного знака эмблемы тамплиеров в виде креста с расширяющимися окончаниями так называемого кроапатэ но есть такой момент такие же кресты мы видели в музее рядом со стылами аксумы они не производят никакого особого впечатления просто куски камня но тут они датируются шестым веком нашей эры за, грубо говоря, полтысячи лет до появления тамплиеров как таковых более того так называемое погребение аксума которое состоит из двух слоев где внизу полигональная кладка сверху мелкий щебень вот там наверху лежит просто отдельный блок непонятно видно его там археологи не знаю куда пристроить это можно считать орнаментом но это очень похоже на тот самый тамплиеровский крест и здесь вообще датировка у нас четвертый век нашей эры спрашивается как символика возникла раньше самого ордена ответ предельно простой что тамплиеры приняли эту символику увидев ее в эфиопии на что она указывает почему они приняли именно такую форму креста в качестве своего символа что их к этому подтолкнуло как бы вариантов ответа у меня практически нет единственное что они каким-то образом возможно это связали с тем же самым ковчегом завета если они столкнулись например с тем что ковчег находится в эфиопии и его местонахождение каким-то образом связано именно с этим символом то они его вполне могли взять себе в качестве основной символики появление тамплиеров в эфиопии сопровождалось целым рядом странных совпадений не менее странные совпадения имело место и на закате могущественного ордена в 1306 году впервые в известной истории в европу прибывает очень представительные делегации из эфиопии которая предстает перед папой климентом пятым и ровно через год именно при поддержке и во многом по инициативе климента пятого происходит разгром ордена тамплиеров печально известную пятницу 13 октября 1307 года имела ли к этому разгрому какое-то отношение делегация от эфиопского царя если имела то чем могли его так разозлить тамплиера была ли в их планах кражи ковчега завета и какая судьба постигла эфиопских тамплиеров вряд ли мы когда-нибудь узнаем ответы на эти вопросы как скорее всего не узнаем что удалось найти тамплиером при раскопках в лалибель и возможно в других местах эфиопии однако что бы они не нашли что бы еще не скрывала эфиопская земля но если ковчег завета действительно находится ныне в эфиопии то она вполне достойна того чтобы именно тут хранился столь священный предмет и это и и и и и и и и и